День Города И 80-летний юбилей отметил Рязанский дворец творчества. Сегодня Всемирный день здоровья. В этот день традиционно обсуждаются самые острые проблемы здравоохранения, которые стоят перед человечеством. И проводятся мероприятия, которые мотивируют людей вести здоровый образ жизни. Каждый год по решению Всемирной организации здравоохранения 7 апреля посвящено какой-то одной проблеме. В этом году международные эксперты призывают обратить внимание на борьбу и профилактику сахарного диабета. На сегодняшний день сахарный диабет растет во всем мире, шагает семимильными шагами. И численность возрастает очень сильно в геометрической прогрессии. И по прогнозам Всемирной организации здравоохранения число больных диабетом к 2025 году будет 550 миллионов человек в мире. Это очень большая цифра, она постоянно увеличивается, прогнозы постоянно корригируются. И растет в основном сахарный диабет второго типа. Это диабет зрелого, среднего и пожилого возраста. Самый трудоспособный возраст старше 40 лет, вот он как раз находится в зоне опасности диабета второго типа. По оценкам в мире диабетом страдают почти 350 миллионов человек. И распространенность этой болезни растет. Особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. По прогнозам Всемирной организации здоровья к 2030 году диабет станет седьмой ведущей причиной смерти. Наш город отражает ситуацию в стране и в мире. Где-то около 35 тысяч больных с сахарным диабетом находятся в городе Рязани, Рязанской области. Эта цифра постоянно корригируется, она постоянно подрастает, потому что численность больных растет. И в основном это диабет, конечно, второго типа. Диабет лечить можно и нужно, а большую часть случаев заболевания можно предотвратить. Доказано, что простые меры по изменению образа жизни эффективно отсрочивают начало диабета второго типа. Ходьба пешком, может быть, какие-то пробежки, лыжи, коньки, плавание, может быть, даже огород в летнее время. То есть шевелиться необходимо, не на диване сидеть. Если же у вас есть гены, несущие информацию о диабете, то есть наследственную предрасположенность, плюс возраст подступает лет 40-50, и плюс у вас есть избыточный вес, то вот это как раз самые мощные факторы риска – вес избыточный, ожирение. Рязанский дворец детского творчества отметил большой праздник. В нашем городе его открыли ровно 80 лет назад. За это время тысячи школьников прошли дополнительное обучение в танцевальных кружках, спортивных секциях и творческих мастерских. На праздники побывала Ирина Ковалева. Здание дворца детского творчества, известное большинству как дворец пионеров, было открыто в далеком 1957 году. А сама организация, объединяющая различные детские кружки, существует в нашем городе с 1936 года, так что сегодня ей исполняется ровно 80 лет. На протяжении всей своей истории сначала дом, затем дворец пионеров, ну а сегодня дворец детского творчества занимается воспитанием и развитием творческого потенциала у детей. Это и изобразительное искусство, это и социальная деятельность детей, это изучение английского языка. В этом году мы делаем эксперимент, мы ввели арабский и немецкий язык, то есть попытались сделать такую стартовую площадочку. Это работа волонтерского отряда. То есть вообще вот сама деятельность дворца, она очень многогранна, очень разнообразна и дает возможность именно каждому ребенку попробовать себя в чем-то и найти себя в дальнейшем. В честь дня рождения коллективы дворца детского творчества подготовили праздничный концерт. Ребята пели, танцевали, читали стихи, поражая зрителей невероятно атмосферными номерами и своими талантами. Не обошлось в этот день и без поздравлений. Так заместитель председателя правительства Елена Буняшина зачитала приветственный адрес от губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Уважаемые коллеги, поздравляю вас и весь коллектив с 80-летием Рязанского городского дворца детского творчества. Все эти годы в учреждении ведется большая, многогранная и очень значимая работа. Здесь наше подрастающее поколение познает, как науку реализовать свои творческие способности в разных сферах, учатся быть настоящими патриотами. Преподавателям вручили почетные знаки и грамоты, а также от администрации города Дворец детского творчества получил денежный грант в размере более миллиона рублей. В этом году 95-й юбилей отмечает Рязанский гарнизонный военный суд. Как отмечают в самом учреждении, военнослужащие все чаще стали обращаться в суд за защитой своих гражданских прав. Чаще всего военные жалуются в Рязанский гарнизонный суд на необеспечение довольствием и проблемой с жильем. В Рязанском доме офицеров состоялось торжественное заседание, посвященное 95-летию образования Рязанского гарнизонного военного суда. В 1921 году был образован Рязанский военный трибунал Московского военного округа. В актовом зале Рязанского дома офицеров собрались ветераны и ныне действующие представители судейского корпуса. В составе единой судебной системы России Рязанский гарнизонный военный суд является эффективным правовым институтом в войсках и войсках формирования дислоцированных в Рязанской области и четырех районах Московской области Луховицкий, Зарайский, Колумбинский озер. Реально обеспечивают защиту законных прав военнослужащих. Необходимость существования системы военных судов наряду с другими судами общей юрисдикции обусловлена особой спецификой задач решаемых военной организацией нашего государства. Осуществление правосудия в войсках требует от военных судей не только общей юридической подготовки, но и глубокого знания военного законодательства, воинских уставов, наставлений приказов, самих условий жизни и деятельности войск, специфики воинских правоотношений, сущности дисциплины и правопорядка в армии. С уверенностью можно сказать, что судьи Рязанского гарнизонного военного суда соответствуют высоким требованиям. Все имеют профессиональное образование, фундаментальные знания и профессиональный опыт. В регионе сейчас продолжается досрочный этап сдачи ЕГЭ. Всего в этом году выпускники рязанских школ будут сдавать ЕГЭ по 13 из 14 предметов. По информации Министерства образования, никто не проявил интерес к экзамену по испанскому языку. Самыми популярными среди предметов по выбору традиционно стали общество знаний, история, физика, биология и химия. 9 апреля закончится резервный период сдачи ЕГЭ. И совсем немного остается до начала основного этапа сдачи единых государственных экзаменов. 27 мая выпускники сдадут географию и литературу, 30 мая русский язык, 2 июня математику. 20 июня закончится сложный для школьников период. Стоит отметить, что формат ЕГЭ поменялся, но по сей день вызывает много споров. Одним из показателей образования стали результаты ЕГЭ, когда 30% учеников выпускных классов не смогли сдать русский язык на тройку. Набрали ниже 36 баллов. То есть они не имели возможности закончить школу. То есть это показатель того, что сегодня есть в системе образования. Вот недавно встречаясь с господином Булаевым, в свое время он занимал пост председателя комитета образования Государственной Думы. С кого-то и начались все эти реформы, который был поддержкой всех этих зачинаний. Он высказался о репетиторах, в частности, о том, что сегодня в городе хороших репетиторов не найти. Его внукам сложно перейти с 2-го, 3-й класса без качественных репетиторов. И решая вот этот вопрос в оценке знаний, он высказался о том, что слишком сложные задания были. На ЕГЭ, вот в 2014 году. Поэтому Министерство образования пошло простым путем. Оно упростило задачи по ЕГЭ. По русскому языку, по математике, по всем предметам. Для того, чтобы дети полегче сдавали. Мало того, что была опущена сама оценка с 36 баллов по русскому языку до 24 баллов. Они еще и упростили сами задачи. Настольный теннис и спортивные танцы. Сегодня состоялось торжественное открытие нового зала в спортивной школе «Орион». Его площадь составляет 300 квадратных метров. Но главное, что помещение полностью оснащено для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья. Новое спортивное снаряжение, свежий ремонт, просторный зал. Открытие нового помещения на базе спортшколы «Орион» стало долгожданным событием для жителей микрорайона. Здесь ребята смогут заниматься велоспортом, футболом, настольным, теннисом, спортивными танцами и легкой атлетикой. Особенность школы состоит в том, что заниматься здесь могут дети и подростки с поражением опорно-двигательного аппарата. Сегодня в школе занимаются 440 спортсменов. Обучают их одни из лучших тренеров-преподавателей города. Более 30 человек из воспитанников школы входят в состав сборных команд города Рязани по различным видам спорта. В состав сборной Рязанской области входит 18 человек, занимающихся на отделении танцевальный спорт, легкая атлетика для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Также ребята являются членами сборной России. Появилась такая прекрасная возможность заниматься спортом, вести здоровый опыт жизни. Учитывая, например, то, что сейчас наши дети любят заниматься компьютерами больше, сидеть компьютером. А здесь очень район у нас населенный, и у вас большая возможность. Спустился и пришел к нам заниматься. Поэтому всех с праздником, и мы рады всех вас видеть. Популяризация спорта в Рязани области проходит на ура. Совсем юные ребята, нынешние и будущие воспитанники Ориона долго ждали открытия нового зала, радовались и торопились все рассмотреть, разузнать, что да как. Теперь у них есть прекрасная возможность заниматься любимым видом спорта, не добираясь до школы в соседний район. Будущее уже здесь. В Рязани, в детском саду, работает самый настоящий робот. Благодаря нему родители могут наблюдать за деятельностью своих детей, не покидая рабочего места в режиме онлайн. Какие еще функции выполняет необычный воспитатель в следующем материале? Вчера нам казалось это фантастика, а уже сегодня наши дети знакомятся с роботами не на страницах литературных произведений, а в стенах детского сада. Робот Ярослав приветствует телекомпанию города. И мы приветствуем тебя. Робот Ярослав уже стал членом большой дружной семьи детского сада номер 30. Он не только участвует в образовательном процессе, но еще и дарит детям и взрослым положительные эмоции. Чемок. Ярослав живет в детском саду уже целый год, в общем-то, с момента его открытия. Изначально планировалось, что робот будет выступать только в качестве веб-камеры, благодаря которой родители смогут наблюдать за успехами своих детей на занятиях. Однако живая реакция ребят на Ярослава, желание с ним общаться, изменило его изначальное предназначение. Сегодня робот используется как дидактическая игрушка, которая помогает детям раскрепоститься, а педагогам грамотно строить работу с малышами. По сути, на занятиях Ярослав играет роль второго педагога. Если под группой детей приходит, педагог иногда не успевает охватить всех детей сразу. И здесь как раз приходит на помощь этот робот. Потому как за одними детьми наблюдает непосредственно сам педагог, а за вторыми именно с помощью робота наблюдает второй педагог. Во время занятий Ярослав задает ребятам вопрос, объясняет правила дорожного движения, оценивает правильность выполнения заданий и не только. А мне хочется потанцевать, давайте потанцуем. Будем танцевать, Ярослав, ребята? ПЕСНЯ 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 Расстрав очень хороший и добрый. Мне он нравится. И он очень красиво разговаривает. И мне нравится, как он движется. Ребята понимают, что перед ними робот. Однако относится к Ярославу как к живому, разумному существу. Им не вдомек, что в кабинете по соседству опытный педагог управляет их лучшим другом с помощью компьютера, а все, что делается на занятиях, записывается на камеру и выкладывается на сайт детского сада. Родитель может посмотреть, как педагог задает вопросы детям, как правильно строится фраза, чтобы дома, когда они занимаются уже самостоятельно, родитель мог это сделать правильно. Однако педагоги отмечают, что роботы никогда не смогут заменить живого общения, ведь ласку и любовь, которые так необходимы детям, машины, к сожалению или счастью, дарить не способны. И на этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok